В 2018 году городским управлением ЗАГС выдано 1091 свидетельство о рождении. За аналогичный период 2017 года – 1093. Свидетельство о смерти было выдано 1187. Это на 53 меньше, чем в 2017 году. Таким образом, естественная убыль населения составила 186 человек. Средняя продолжительность жизни водкинцев – 68 лет. 17 января в Музее истории и культуры открылась традиционная выставка водкинских фотокудожников «Мир в объективе» и «Запруд». В экспозиции более 200 работ по нескольким направлениям – городские пейзажи, портреты людей, события водкинска XX и XXI века. Впервые в большом объеме представлена коллекция фотографий таинственных уголков природы Запруда. Эта территория в прошлом была особенно любима коренными жителями, которые славились своей особенной любовью к рыбалке и бережным отношениям к природным богатствам Камско-Воткинского горного округа. Воткинское знамя одержало вторую победу над лидером турнирной таблицы. 15 января на стадионной знаме прошел второй матч в рамках первого этапа высшей лиги между командами «Знамя Удмуртия» и «Маяк». Встреча, как и днем ранее, завершилась победой хозяев льда со счетом 8-3. Мечи забросили Александр Казаев, Михаил Разумовский, Станислав Макуненков, Артем Лапшин, Артем Никулин, Евгений Черепанов, Вячеслав Петров. 31 января и 1 февраля подопеченные Вячеслава Никифорова проведут домашние матчи против команды «Динамо Казань-2». Начало игр в 18.30.